Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается отношений с мамой, он довольно большой, поэтому я не буду его читать, полностью перечитывать. Тут история про то, что мама автора вопроса романа, своего сына, вот, не уважает, да, и как бы относится к нему довольно негативно. А человек же пытается выстроить с ней личные границы, вот, она его не слушает, обижается на него, он, соответственно, чувствует чувство вины, вот, чувствует, что что-то не получилось у него ей доказать, вот, и хочет выстроить какие-то нормальные отношения с ней, с учетом того, что огромных трудов ему стоило выстроить личные границы с мамой, вот, и сейчас он самостоятельный, да, то есть у него своя квартира, живет отдельно, женился, вот, но мама в общем и целом все равно все время учит жизни, лезет, оскорбляет, внушает, говорит, что ей все можно, да, что она мать и так далее. Значит, смотрите. Первое, что здесь очень важно увидеть, наверное, для вас, это то, как вы реагируете на слова своей мамы, вот, то есть вы производите впечатление, ну, такого, довольно осознанного человека, да, довольно такого рационального человека, вот, и, соответственно, ваш, ваш рационализм, он помогает, конечно, с одной стороны, но, с другой стороны, он же, пожалуй, что вам и мешает, потому что вы не проживаете свои чувства, вы не признаете, например, с того факта, что вот что-то вам может быть неприятно до сих пор, что-то вас задевает, да, то есть не признаете себя, например, каким-то, ну, вот, в этой ситуации, каким-то прогрессом, то есть ваше, ваше такое желание доказать что-то маме своей, это как раз-таки история про невозможность быть, про невозможность оставаться, про невозможность находиться в, ну, вот, в определенном состоянии. то есть это именно история про, скажем так, ну, возможно, да, это история про непереносимость определенного вашего состояния, вот, с мамой, ну, вот, в первую очередь, то есть, вот, то, как мама себя с вами ведет, да, то, как она по отношению к вам себя проявляет, вот, вот, это вам, пожалуй, что очень неприятно, и вы себя чувствуете здесь каким-то, то есть вы сомневаетесь, как будто бы в том, что вы имеете право быть, вы сомневаетесь в том, что вы можете действовать как-то, вот, как-то, как вам, ну, очень хочется, например, как-то, как вы хотите, и так далее, то есть вам требуется разрешение на то, чтобы быть, ну, вы до сих пор это чувствуете, то есть под постоянным давлением мамы своей, вот, вы сами забываете о том, вот, собственно, какой вы, чего хотите вы, чего хочется вам, вот, что вам важно и так далее, то есть вы под, вот, таким, как бы, давлением своей мамы, вот, вы просто забываете о том, к чему стремитесь вы, то есть сложно чувствовать свою, свою собственную, скажем так, ценность, вот, вот в этой ситуации, в ситуации, в ситуации, которую, ну, которую вы описали, вот. Поэтому, задача психолога, на мой взгляд, заключается в том, в первую очередь, чтобы помочь вам, во-первых, выразить все чувства, которые у вас есть по отношению к маме, это первое, что нужно сделать, ну, вот, и второй момент, это, значит, почувствовать свою собственную ценность, вот, заметьте ее, сейчас вы этого не чувствуете, вот, как будто бы. Сейчас, как будто бы, у вас все сводится к некой борьбе с вашей мамой, вот, к противостоянию с ней, к отношению и восприятию ее, как некой такой, я бы сказал, серьезной угрозой вам, то есть, по сути, вы вот, ну, я бы опять же сказал, что вы, что вы воспринимаете ее, ну, через чур, эм, серьезно, воу, то есть, она для нас слишком, эм, слишком серьезная фигура, вот, слишком серьезная фигура. Причем, а какие для этого, эм, основания, да, вот какие основания, для того, чтобы она была для вас, эм, слишком серьезной фигурой, не совсем понятно, потому что, эм, ну, вы уже взрослый, и мама вам, эм, так не нужна, как была нужна в детстве. Но, поскольку вы, эм, росли, да, с ней, то, естественно, вот, какие-то, ну, привычные, что ли, эм, паттерны поведения, да, эм, вот, осталось. И эти паттерны поведения на вас влияют. По-другому, по-другому, эм, себя почувствовать вы, очевидно, не можете. Вы не можете почувствовать себя, ну, скажем, самостоятельно, да, вы не можете почувствовать себя независимо от нее и так далее. Ну, вот, там еще, вот, здесь, вот, чувство вины и процесс, вот, эм, эм, с вашей страной и так далее, вот. Это, эм, кстати говоря, вот, чувство вины, это история про злость, то есть вы, эм, подавляете свою злость на нее, эм, вот, не выражаете ее, может быть, даже запрещаете себе на нее, на нее злиться и так далее, вот. А личные границы, о которых вы, эм, говорили, выстраиваются, эм, действительно, эм, постепенно, действительно, эм, не всегда это процесс, эм, легкий, это, эм, процесс, эм, ну, вот, такой, эм, эм, часто, эм, долгий процесс, вот, к сожалению. Почему долгий процесс, эм, вот, эм, потому что человек, эм, не привыкает, эм, сразу, эм, к тому, что вы ему, ну, ну, демонстрируете, вот, эм, человеку нужно время, человеку нужно время, и время, к сожалению, эм, вот, достаточно много для того, чтобы привыкнуть к тому, что, эм, вы, ну, вот, эм, по-другому уже себя ощущаете, эм, не, вот, эм, ваша мама, ваша мама, она, конечно же, вот, на мой взгляд, эм, вымещает на вас некую обиду, эм, на мужчин, вот, эм, с одной стороны, эм, и, с другой стороны, эм, ваша мама, эм, боится остаться одна, потому что, ну, не чувствует, что, что, эм, самостоятельно. Именно, эм, ее не самостоятельность, она, эм, вызывает этот страх. Эм, для меня, для меня совершенно очевидно, что, эм, несмотря на вашу определенную работу, которую вы провели, эм, вот, эм, вы по-прежнему, эм, эм, как бы, искусственно, эм, искусственно, эм, очень, эм, сильно, как будто бы, эм, завышаете, эм, ценность, эм, ценность войны, вот, как будто бы. Эм, искусственно, как будто бы вы слишком, эм, вот, ну, слишком много значения продаете нам. Эм, вот, ваша задача заключается, на мой взгляд, в том, чтобы увидеть, эм, за счет, эм, чего это происходит. То есть, эм, что происходит такого, что происходит такого, что ваша мама вот настолько ценна. Да, то есть, вот, эм, почему она так ценна? Чем она так ценна для вас? Это, на мой взгляд, является основным моментом, на который, как мне кажется, эм, вам нужно обратить свое внимание. Здесь и сейчас. Вот. Эм, можете вы это делать, то есть, эм, То есть, давать ей такую ценность вы можете только за счет своей собственной ценности. То есть, иными словами, когда вы, эм, делаете действия, действия и говорите слова, эм, след за которыми, эм, идет, эм, какой-то негатив. То есть, эм, то это верный признак того, что вы себя обесцениваете. Как-то и где-то. И, собственно, нужно смотреть, эм, эм, в каких действиях, эм, ваших, по отношению к вашей маме, эм, вы, эм, себя обесцениваете. Вот. То, что вы себя обесцениваете, я надеюсь, сомнению не подлежит. Вот. К сожалению. И дальше, эм, опять же, эм, задача заключается в том, чтобы, вот, эм, эм, когда вы заметите, что вы себя обесцениваете, обесцениваете, чтобы пере, эм, эм, иначе вашу, эм, ну, направленно в ваш вектор. Чтобы вы, например, действовали не от обесценивания, эм, эм, себя, а, наоборот, от очищения ценности себя. Вот. Эм, эм, для этого что можно сделать? Эм, в первую очередь, когда, эм, вот, начинаются нападки, эм, вам необходимо, эм, поисследовать, эм, в этот момент, эм, свои собственные чувства. Вот. То есть, что я чувствую. Эм, конечно, будет что-то, эм, будет что-то такое, эм, эм, привычное для вас. То есть, ну, будет что-то, что вы чувствовали всегда, это будет. А будет, эм, еще и что-то, эм, чего вы не чувствовали и чего вы раньше не замечали. И вот то, что вы раньше не чувствовали, то, что вы раньше не замечали, и будет тем ресурсом, который вы сможете использовать для того, чтобы устраивать отношения с вашей мамой на, с вашей мамой на том уровне, который доступен и для нее, и для вас. Эм, значит, эм, делать что-то для человека из эм, чувства вины не самая лучшая идея. Эм, совершенно. Почему? Почему? Потому что это долг, потому что это долгиствование, вот, а долгиствование это насилие над собой. Поэтому там, где есть долг, там всегда есть злость, там всегда есть определенные рэкетные чувства, обида, ожидание, вот такие вещи. И они, конечно, придают общению с человеком некоторую такую токсичность. Вот. Обратите внимание, да, что вы, значит, ну, по сути, вот то, что вы описываете в своем тексте, да, это все по большому счету. Про то, что вы маму понимаете, с одной стороны, то есть вы ее жалеете, что такое жалость? Это отрицание выбора человека. У нее не было выбора поступать иначе, кроме того, как она поступила. Вот это жалость. У вас либо жалость есть, да, либо вот какое-то, например, непринятие. То есть вы, вы не можете ее принять. Нет, само собой, вам, ммм, вам не нужно ее принимать. Если вы этого не хотите, вот, вам не нужно этого делать, но вы же тогда, в таком случае, вы просто переключаетесь на другую крайность. То есть в этом случае вы переключаетесь на жалобу. На нее. То есть вы просто на нее жалуетесь. На свою маму. По сути. Вот. И это очень другая крайность. Крайность, в которой вы занимаете самую позицию жертвы уже. И, в общем-то, все начинается по кругу. Очень важный вопрос. Для чего вам с ней общаться? Честно. Положая руку на сердце, задайте себе этот вопрос и постарайтесь себе на него ответить. Зачем вам общаться с мамой? Чтобы что? То есть, ну, если вы хотите ей помогать, например, да, если вы хотите что-то для нее делать, например, то, наверное, для этого не нужно с ней общаться, не нужно злоть ее в гости. Вот. Мне показалось, исходя из вашего текста, опять же, что зовете вы ее в гости именно для того, чтобы она одобрила вас. Чтобы она поняла вас, если хотите. Чтобы она как-то оценила вас, если хотите. Чтобы она перестала, ну, как-то вот, негативнее к вам относиться, если хотите. То есть, иными словами, делая что-то для нее, вы преследуете свои цели. И каждый раз терпите неудачу. Это нормально. Но вам тяжело. И маме тяжело. Тоже. Почему она реагирует агрессивно на то, что вы, например, с ней там мало видитесь и так далее? Чем это связано? С тем, что она знает, что вы чувствуете вину. Вот. Она знает, что вы чувствуете себя виноватым и поэтому вот так реагирует уже наперед, зная, что вы чувствуете вину. А вы, в свою очередь, реагируете виной, потому что вы это делаете вроде бы для нее, но в то же время делаете это для себя. На самом деле вы это делаете, вы это делаете, на самом деле вы это делаете для себя, но по виду получается, что делаете для нее. Ну, что ли это ошибка? Очень большая ошибка. Это не совсем честно, что вы это делаете для... для нее. Все. Вы это делаете для себя. Через нее. Когда человек делает что-то для другого, он не чувствует вины, потому что это его выбор. Это его решение. Вот. Но если человеку важна реакция на... ну... вот... на... его действия, это означает, что он делает это для себя. Ему это нужно в первую очередь. Вы находитесь с мамой в слиянии. Именно потому что не различаете, не разграничиваете то, что вы хотите делать для нее и то, что вы хотите делать для себя. Вот. Не только поэтому. Ну, не только поэтому. Не только, конечно, но поскольку вот... от нее, грубо говоря, зависит то, насколько вы будете удовлетворены, да? Вот. Само собой, что вот вы так болезненно реагируете. Поэтому она агрессивно реагирует на ваши действия, потому что чувствует... чувствует ваши отношения, чувствует вашу, что называется, субъективную такую... как бы... сторону. Вот. То есть, ну, субъективная сторона, это вот как раз... как раз это мое чувство вины, субъективная сторона, это как раз то, что я чувствую, то, что я ощущаю, да, то, что... ну, то, как я к этому отношусь. Ну, вот. Это субъективная... субъективная сторона. Вот. И... А мама просто это отзарказывает. Получает. Ну, вот. По крайней мере. Из того, что вы описываете, да, я мог бы сделать, в целом, в принципе, такой вывод. Вот. А можно ли нужно что-то с этим делать? Да. В первую очередь менять вот эти все реакции, да, менять все вот эти модели поведения. И делать для себя, как мне кажется, делать для себя то, что вам хочется. Делать для себя. И отдельно делать для нее тоже то, что вам хочется. Вот. Понимаете, какая история. И вот тогда, тогда появляется шанс на то, что что-то может измениться. Сейчас. Пока же... Пока. Пока. Сейчас все будет складываться так. Вот так, как она складывается. Вот. И все. В принципе. Решать вам. Можно ли вам сказать, как, как возможно выстроить отношения с вашей мамой идеально? Нет. Нельзя. Такого не существует. Такого не существует. Не существует вот таких условий, при которых можно было бы вот выстроить с вашей мамой отношения хорошие. Потому что это зависит не только от вас. Это зависит еще от нее. Это зависит от того, насколько она готова идти навстречу. А что если вы с ней вообще общаться не будете? Примите ли вы ее выбор? Вообще с вами не общаться? Сможете ли вы его принять? Или... Ну вот... Тоже... Такой момент. Да? Как вы будете себя чувствовать в этой ситуации, если вот вы не будете с нами вообще общаться? Каким образом вы будете себя чувствовать? Вы... Просто... Ну вот... Сведите себя... Чувством вины. В таком случае. Например. Просто вот возьмете, сведите себя чувством вины. Вот. Или может быть какие-то еще варианты. Вот. Собственно. Это одна из причин, почему у вашей мамы нет, условно говоря, своей жизни. Она знает, что вы к ней привязаны. Вот вы к ней привязаны. Она знает, что вы к ней привязаны. И поэтому у нее нет... Своей жизни. Зачем ей что-то делать? Вот. Для чего ей что-то делать? Когда... Ну, есть вы... Есть вы... Вот... В любой момент... Ну, или в какой-то периодичности, да, вы ей... Ну, продемонстрируете как бы себя. Вот. Для чего что-то делать в таком случае? Вот. Вот. Это, по сути, замкнутый круг. Получается. Из него надо выходить только меняя свой собственный модель. Модель поведения. Вот. Видеть... 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 Человека... Видеть его... Его... Как минимум означает не решать... Проблемы... За... Его счет. Его счет. Его счет. То, что вы сейчас... Эм... То, что... Вы сейчас делаете. Вы решаете свои проблемы за счет своей мамы. Ну... Ну... Ну, а... Мама... Естественно, этого не хочет. Не хочет, чтобы вы решали... Эм... Свои проблемы за ее... Эм... Вот. У нее своих проблем хватает. Мама, в свою очередь, пытается решать свои проблемы за вашу. Собственно, вы у мамы научились. Вот. Добавьте сюда... Эм... Добавьте сюда... Нека... Эм... 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 Некоторые негативные чувства. Вот. Некоторые... Негативные чувства. Эм... Эм... Ну... Как бы... По... Эм... По... По отношению к ней. Какие-то... 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 Об... Обиды. Вот. Обманутых. Ну, ощущение. 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 Ощущение обманутых. И добавьте сюда. Что это будет? Это все ладно. Еще. Еще одно. Поэтому, в первую очередь, прожить все честно к маме. Рассказать. Выразить. Поделиться. Дальше уже будет видно. В какую сторону двигаться. И в чем конкретно ваши проблемы. То, что вы пытаетесь получить ее одобрение. Факт. Вот. Неоспорим. Получите ли вы одобрение? Нет. Не получится. Почему вам нужно одобрение? Вы не чувствуете свою ценность. Начнете чувствовать свою ценность, а одобрение не понадобится. Так. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Удачи. Обращайтесь. Посотни от на Denмari из 2-х. Удачи. Удачи.